День старта экспедиции был определён заранее. Никакие внешние факторы не могли остановить её участников. А факторы такие были, и весьма существенные. Мощные снегопады в тайге сменились 40-градусными морозами. Даже доехать от города до места сбора было почти что подвигом. Всё белое, ослепляет, летит, плохо видно. Вроде рано подъём. На посреднем. В такие морозы о внешнем виде люди думают меньше всего. Снаряжение должно быть прежде всего тёплым. И пусть драповое пальто не очень гармонирует с жёлтым снегоходом, а маска пугает даже видавших виды лосей, главное — риск обморожения сведён к нулю. Как только экспедиция начала своё продвижение по тайге, стало ясно, что мороз — это всего лишь цветочки. Снег, выпавший накануне, ещё не успел осесть. Поэтому снегоход под названием «Саммит», который умеет ездить даже по воде, здесь лишь копал могилы. Расход бензина в таких условиях был просто сумасшедший. Благо, что топливо каждый из участников взял с большим запасом. Километры до перевалочной базы отдалённого посёлка Центральный тянулись медленно и печально. Несмотря на мороз, многие реки под снегом всё ещё жили своей летней жизнью. А купаться в них почему-то не хотелось. В целях экономии времени решено было двигаться без обеда. Только чай. Не выпитая за две минуты кружка превращалась в лёд. А мы попадали тут всегда. Здесь? Ну, конечно. Не, ну, когда мы последний раз ходили, здесь накатаны было. Не, когда накатаны — одно дело. Кстати, сейчас вот там, где мы проехали, замёрзли. Ну? И будет нормально ехать. Да. Но у нас перемычка есть, если она не рухнет. Незадолго до заката произошла авария. Самый быстрый снегоход каким-то образом встретился с санями самого медленного. Лыжа саммита нуждалась в срочном хирургическом вмешательстве. Вон там, болтики я держу. Вот это вот только может упасть стулка. Ну, пока это. Вот. Ночью передвижение по тайге осложняется ещё и тем, что не все препятствия можно оценить заранее. Деревья, придавленные снегом, могут отпружинить и перевернуть снегоход. Движет заснеживаем. Курва. После 20-ти часового пути под утро следующего дня группа добралась до центрального. Утро порадовало солнцем и, что не характерно для Сибири, тёплым ветром. Некоторые, особенно закалённые снегоходчики, даже пытались загорать. Будем загорать. Первая пробная вылазка в горы развивалась как нельзя удачно. Снег наверху усилиями ветра спрессовался и давал широкий простор для манёвра. Мы сейчас движемся из центрального, в сторону Таскыла. Тут есть такая замечательная гонка, 1447 метров над уровнем моря. Вот если посмотреть вправо, повести камерой, то мы её видим. Вот мы впервые видим её отсюда. С нашего путеследования раньше мы никогда не наблюдали, потому что он был закрыт. К вечеру всё стало на свои места. Дедушка Мороз начал потихоньку возвращаться и проникать в сердца людей и машин. Нет, просто намерзает. Я слышу это. Слышно, как намерзает? Дорога такая широкая и безопасная вверху в долинах рек и забиловала ловушками. В этом виде спорта часто бывают такие моменты, когда нельзя просто так сказать «стоп». Нужно давить на газ и ничего не бояться. Река Кундат с первого раза преодолеть себя не дала. Решено было вернуться и попробовать на следующий день. Утро. Минус 37 с ветром. Посёлок Центральный не только самый снежный в области, но и самый холодный. Когда-то людей здесь держали большие запасы золота в окрестных горах. Теперь только дома, из которых больше некуда уезжать. Люди живут дарами природы. Руководитель экспедиции пообещал одному местному охотнику подбросить его и собаку до заимки в тайге. Однако с утра ни один из снегоходов не желал заводиться. Собака нашла себе место в нартах и стала терпеливо ждать. Завелись только к обеду. О восхождении на Тоскыл можно было забыть, но и упускать последние часы уходящего дня было нельзя. Вершина Аллатак ниже Тоскылов всего на 400 метров, но находится значительно ближе. В такую погоду подъём на неё тоже нельзя назвать лёгкой прогулкой. Но ребята решили рискнуть. Последние метры подъёма на вершину совпали с последними лучами закатного солнца. В такие минуты ни мороз, ни ветер, ни домашние заботы не могут пробраться в душу человека, который уже заполнен красотой. Лишь только когда наступили сумерки, впечатления начали передаваться при помощи речи. Очень классный снег. Жалко, что вчера погоду упустили. Но сегодня впечатление погоды вообще не смазало ни капельки. Классный такой маленький цирк наверху. Нам удалось спуститься с него. И вот они, к вам. Классно. На этой горке не были ни разу. И хоть в этот раз Тоскыл остался непокорённым, дорога до Центрального, пробитая такими усилиями, будет держаться до конца апреля. И эти люди непременно вернутся сюда, чтобы сделать то, что должны. Мы всегда ждём от жизни радости. Простой, обычный, ничем не обращаемый. Или такой, от которой теряешь голову. И тогда время останавливает свой ход. Хотите, чтобы было так, друзья? Тогда прыгайте на снегоход и мчитесь туда, где встречный морозный ветер уносит все наши заботы. Где открывающиеся зимние ландшафты наполняют душу восторгом. Где мы всегда молоды. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok